Привет! Сегодня мы с вами будем делать вот такой вот красивый новогодний вечерний корпоративный макияж. Вот, Настюль, это моя подруга Настя в роли модели суперсекси. Вот, и, значит, ну что, оставайтесь со мной, если вам интересно, как мы сделали макияж, и мы будем использовать очень много интересных продуктов, так что оставайтесь со мной. Поехали! Итак, ну начинать мы будем, как всегда, с базы под макияж. База под макияж у нас сегодня MAC от Nature Radiance в оттеночке Pink. Это легкая эмульсия, которая будет в течение дня абсорбировать жир и также увлажнять кожу, и также прибавляется стойкость макияжу. Далее я возьму легкий оттеночек Face & Body в оттенке N3 и растушевывать буду кистью из двойного ворса, тем самым наносится очень тонкое и деликатное покрытие. Далее я возьму консилер от Make Up For Ever в оттенке 3 и нанесу зону вокруг глаз, тем самым мы уберем такие синие и фиолетовые оттеночки под глазами. Растушевывать кистью я буду из двойного ворса, 286-я от MAC. Она наносит очень тонкий слой и хорошо растушевывает консилер. Далее я возьму оттеночек Harmony и подчеркну у Настины скулы. У Насти и так достаточно выраженные скулы, красивые. Я их слегка подчеркну при помощи румян Harmony. Добавим свежести немножко и нанесем румяна розовые. Также возьмем карандаш автоматический в оттенке Lingvery от MAC. Он наносит очень здорово, то есть как можно прорисовывать волосочки, так и рисовать графичные линии. Мы вырисовываем бровь сначала снизу, потом сверху, заканчивая форму брови. А потом пройдусь скошенной кистью, как бы растушевывая немножко, чтобы не было рваных каких-то концов, а все смотрелось очень естественно. Дальше, конечно же, брови мы закрепляем гелем для бровей Bold Brunette. Я расчесываю все-все-все волосочки вверх, а потом укладываю их вниз. Тем самым закрепляются волоски, и в течение всего дня брови никуда не уезжают. И также он прокрашивает волосочки, которые совсем мелкие, и за счет этого появляется густота. Далее я беру оттеночек Feline карандашик. Он хорошо растушевывается, очень мягкий. И я его наношу в прересничный контур и хорошенечко растушевываю. Дальше я наношу подводку для глаз. Мак, которая лимитированная коллекция, к сожалению. К сожалению, потому что ее не найти. Просто подводка будет нам служить хорошей базой. Такой хорошей зеленой базой. Для того, чтобы пигмент, который мы будем наносить сверху, был полупрозрачным. А была такая густота и цвет. Вот. Поэтому я взяла подводку и нанесла на все подвижное веко. И дальше растушевываем кистью 217, чтобы убрать рваные концы. И более на нет она ушла. Уходи, подводка, на нет. Уходи! Дальше я возьму из своей холодной палетки оттенок Decession и нанесу 217 кистью в складку. Чуть выше складки даже она будет растушевываться. И растушевываю легендарной кистью 217 от MAC. Это самая продаваемая кисть в мире. Представляете? Потому что она просто бестселлер. Теперь мы наносим тот же карандашик Feline на слизистую. Он тоже очень мягкий. И наносится элементарно просто на слизистую. Наношу подводку на нижнюю линию роста ресниц. И это тоже наша такая база для дальнейших действий. Новый пигмент от MAC из новой коллекции Magic of the Night. Это спрессованный пигмент. У него космический красивый зеленый цвет. И наношу его плоской кистью. И перепечатываю. Потому что если наносить его пушистой сразу кистью, то весь этот пигмент, он куда-нибудь улетучится и будет полупрозрачным. А я хочу, чтобы у меня был насыщенный цвет. Поэтому я впечатывающими движениями наношу спрессованный пигмент от MAC. И растушевываю опять-таки 217 кистью по краям. Наношу на стюле просто великолепный профиль. И опять-таки этот пигмент я наношу на нижнюю линию роста ресниц. На нашу базу, которую мы создали, наносится сразу плотный цвет. И опять-таки немного растушевываю края. Также мы чуть-чуть добавляем черного карандаша в самый-самый рост ресниц. И немножко растушуем. Далее немножко убираю все влажной салфеткой. Это такая двойная работа на самом деле. Я просто не ожидала, что пигмент так осыпется. Просто я не знала, что это пигмент. Я думала, это тени. Признаюсь. Я только потом узнала, что это спрессованный пигмент. Дальше. О май гад. Бестселлер всех бестселлеров. Хайлайтер от MAC тоже из новой коллекции. Он просто великолепно сияет. То есть это мой must-have на сегодняшний день. Тушь OPI LASH. Она нам делает очень естественный натуральный объем. Нам сейчас не нужны какие-то супер гипер реснички, потому что я буду клеить ресницы. Ресницы от MAC 36 номер и клей DUO. Вы, наверное, все знаете, если вы увлекаетесь макияжем, вы должны знать, что DUO это самый лучший на свете клей для ресниц. Не покупайте другой клей, только DUO. Деликатно наносится. Он белый, но он потом становится прозрачным. И также деликатно удаляется. Такой резиночка, он такой силиконовый. Он просто великолепен. И беру я ванилу пигмент, наношу чуть-чуть сияния под бровь. И в уголок глаза, во внутренний. Далее я беру блэнкетти. Это наша помадка кремовая. И, естественно, закрепляем макияж в Fix Plus. Спасибо, что были со мной. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И я вас целую. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok